Ребят, всем привет! У нас снова горячая пора вскрытия гаражей-должников. Накопилось их очень много. Сегодня мы скрываем первые три. Первый гараж под разбор, но чтобы гараж открыть, нам его надо сначала откопать. К сожалению, такие железные гаражи ставили прямо на землю, без фундамента, и за одну-две осени или весны гаражи могут опуститься вниз на 10 сантиметров. В итоге получается вот так. Заходим и смотрим, что нас ждет. Думал темно, оказалось, это просто очки. Вот такой гаражик с худой крышей. Много хлама, ДСП, есть какой-то чермет, полки. О, ребята, а здесь чемоданы. Очень много чемоданов железные, пластиковые. Интересно, что в них лежит. Гараж-то оказался секретом. Хозяин пропал 8 лет назад. С тех пор никто здесь не появлялся. А вот здесь, кстати, большие тиски, которые нам нужны в нашу новую серию. Ну что, ребята, приступаем к экспресс-разбору гаражика. Как говорит Никитка, снегокат детский, корзиночка, снежок. О, точно, снежок. И много-много-много чемоданов. О, кстати, здесь даже что-то есть. Коричневый чемодан. Открываем, смотрим. Кто не верит, что это прямая трансляция, может посмотреть на уровень пыли. А то у нас попадаются деятели, которые по сантиметрам пыли могут определить время простоя гаража. Ох, так он закрыт. А, прям человек в футляре. Чемодан в чемодане, а в чемодане подголовник, наверное, подойдут те на Ауди, да. Но это с Волги. Еще один чемодан. Фу, какой он пыльный. Так, чемодан с чехлами на ГАЗ-24. Почему 24? Потому что вот от нее дверь. В хорошем состоянии черная. Посмотрим, что здесь есть еще. Такие чемоданчики, наверное, даже подошли бы к киношникам. Да. А, я понял. Ребята, чехлы на лето, чтобы попа не потела на виниле в Волговском. И чехлы из овчины зимние. Присмотрелись к пакетам и прочитали. БМВ чехлы. Это не Волга. Это БМВ, ребята. Колесо на Жигуле. Шестой модели. Протектор нормальный. О, вот это вот тема. Тиски. Тиски. Лежали они очень долго. Но они рабочие. С целыми губками. Большие, мощные, надежные. Советские. Тандарт какой-то завод. А, или Стандарт. Завод Стандарт. Кстати, возможно, они... О, это вообще, может, даже и старые тиски. В общем, поработаем с ними, смажем, покрасим. И будут у нас жить в сервисе. А то получается сапожник без сапог. Все тиски продали. А теперь самим нужны тиски. Их нет. В нашей мастерской грандиозные изменения. Поставили котел. Теперь у нас тепло. И обустроили уголок отдыха. Но об этом чуть позже. А сейчас поговорим про инструмент. Мы им закупаемся. Для хорошей работы нужен хороший, качественный инструмент. Который поможет выполнить любую задачу. Для себя мы решили купить набор инструмента InForce. Этот набор из 150 предметов идеально подойдет для обустройства мастерской и для автолюбителей. В ассортименте представлено 13 различных комплектаций. Что позволяет выбрать вариант, соответствующий любым задачам. Специальные насечки внутри торцевых головок позволяют откручивать поврежденный на 85% крепеж. Цельнометаллическая трещотка выдерживает большие нагрузки. А быстросъемные механизмы со специальным фиксатором. Просто так головка не упадет. Даже если сильно тянуть. Рукоятки отверток выполнены из полиуретана. Удобно лежат в руке. В то же время бензо- и маслостойкие. Также у InForce удобные кейсы для компактного хранения. Что нам понравилось, это 4 железных защелки, которые точно не сломаются, как это бывает с пластиковыми. На все наборы InForce пожизненная гарантия. Ну а с промокодом GARAGE10 вы получите 10% скидку на все инструменты InForce. Ну а все подробности будут в описании под видео. Еще два баллона в размере 185-60-14 на Жигули. Размер очень ходовой. Резина быстро продастся. Так, коробка с деревом на помойку. Пакет с поролоном. Мужская одежда. Лангрет. Лангреф. Так, какая-то фигня для помидор. Стаканчики. Канистра ржавая, в принципе. Тумбочка с неизвестным содержимым. Открываем, смотрим. Оп, очки. А тут женские подкрадули. Стаканчики. Бегунок на Жигуле Воронка. Сувенирный турист. Ложечки, вилочки и открывашка. Ребята выносят мусор, а я занимаюсь разбором. За ДСП нашлась решетка. Решетка даже больше похожа на дверь. В какой-то касс. Но когда я работал в милиции, у нас такие стояли. Или в дежурных частях, или в камерах. В обезьянниках. Маленький ящик. С секретиком. Чермет, чермет. Так. Счетчик. Литража. Какой-то иностранный талон. Или визитка. И больше ничего интересного. А, маленькие крокодильчики. Маленькие советские крокодильчики для занавесок. Открываем хлебницу. Разбитые задние фонари на Волгу. Цепь для Мухтара. Груша, не груша. Что-то интересное. Мячик, не мячик. Джек. Рапид. Что-то быстрый. Быстрый джек. Что это такое было? В общем, ребят, кто знает, подсказывайте. Похож на морской буй, но не буй. Воркинг. Лот. 1800 килограмм. Наверное, это какая-то подушка. Типа домкрата под машину. И судя по антикору, остаткам, поднимали какой-то автомобиль. Вот только чем надували эту подушку. Да, это домкрат, ребят. Алюминиевая корзина. Чтобы не разбить яйца. Специальная корзина, которая не размокнет. Ее можно использовать где угодно вообще. Можно даже рыбу после рыбалки в нее скинуть. Вода будет стекать, а рыбка никуда не денется. Бокс. Из пенопласта. Который прилип к хлебнице. Понятно. Пусто. Кухонный ящик. А в нем? Чермет. Знак аварийной остановки. Арифлейм. Сумочка. Фен. Фен мечта. Мечта. И замок. Хороший замок с тремя ключами. Который, скорее всего, хотели поставить на этот гараж. Но руки не дошли. И, как Никита говорит, колеса. Идем дальше. Канистра. Десятка хорошая. Канистра двадцатка. Хорошая. Обычно на них пишут год. Год я не вижу. А, год восемьдесятрый. Почти моя ровесница. Клей. И еще какая-то сухая смесь. Убираем ящик. А здесь у нас открылась духовка. Электро тысяча один. Открываем, смотрим. Утюг националь. Когда-то был в этой коробке. А сейчас здесь остатки от ремонта. Старые розетки. Не евро стандарт. В общем, просто мусор. Лампочка. Стоватка. Кто не знает, раньше в таких коробочках отправляли посылки. Забивали, подписывали. Заклеивали. Сюргучом. А здесь у нас фурнитура от старых советских оконных рам. Корм бегемоту. Диски. От какого-то автомобиля. Открываем шкаф. А там скелет. О! Нифига себе. Вот это да. Вот это мы удачно зашли. И главное в ту дверь. Обычно люди не в ту дверь заходят. Чайник. Если они будут целые, это будет, конечно, прикол. Даже перчатки сниму. Что, Саня, понял? Да. Синька, синька. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Пустая, что ли? Пустая. Да. А счастье было так близко. Коллекция. Так, ну, судя по... Да, это тоже пустая. Всё, к сожалению или к счастью, пустое. Блэк Дейкер. Пылесос. Ну, в общем, часто находим такие вещи. Какой-то подарочный вариант. Когда любимые жены, мужьям дарят пылесосики для машины. Лежат они в гараже. Никто ими не пользуется. А потом сразу выкидывается. Запчасть от ролевой. От какой-то машины. Разбираться не будем. Чермет. Так. Ещё одна бутыль. Большая. Кто-то любил в этом гараже. Хороший алкоголь. О! Красота какая, да? Можно даже бензин налить туда. Модные лыжные ботинки. О! А тут ещё и коньки. Тоже советишься у неё. Брызговик новый. Наверное, на Opel. Дворник на GM. Не оставляй. Включённый. Плитка электрическая для готовки. Насос, который был у каждого. Такой насос считался уже продвинутым. Потому что остальные качали вот таким. Радио, не радио. Что это такое? Какая-то интересная вещица. Зарядка, да. Для аккумулятора. Первый раз такое вижу. Называется Каскад. Очень интересное исполнение. Устройство питающее много-много-много целевое. 1992 год. Прям даже не стыдно на стеллаж поставить, да? Тут что? Провода, провода, провода. Провода. Вот что это такое? А, это какой-то микрофон, кстати. Гав-гав. Хрю-хрю. Опа, еще. Сань, это точно тебе. Там что-то походу не есть. Это тоже тяжелое. Ага, есть. То есть на рыбалку не поедем, да? Нет. Ауди пока будет жить. Еще коробочка с... О, телефоном Siemens и еще одним телефоном Panasonic линейного исполнения, которые стояли в квартирах. Коробочка Aiva и, возможно, здесь магнитола. Открывай. Но судя по алкоголю, который стоит пустой... Тут что-то есть. Держи. Посмотри. Давай, твой выход, да. Ребята, тут далеко не Aiva, но... Винтажная магнитола для установки в Жигуле, Волге, Москвиче. Нет, это импортная магнитола. С дырками. Вот эта панель отдельно вставлялась. Вот эта продалась в дырочке. Считай, импортная магнитола. Метрофиолетовый облучатель. Запечатанный. Открываем, смотрим. Да, действительно, облучатель. Фонарь ретро. Еще одна коробочка. Очень интересно разбирать этот гараж. В каждой коробочке что-то интересное. О, вольтметр советский. Коробка без надписи, без обосновательных знаков. Запечатанная с каким-то немецким шрифтом. Бумага для чего-то. Финляндия. Факс-ролл. Ну, короче, для печати. Или какого-то агрегата. Уплотнитель для дверей. Оказывается, много чего я в своей жизни не видел. О, производство, кстати, Военторг. Риотов. Московская область. Дата 9.71. Что, 71-й год? 3 рубля 40 копеек. В общем, какая-то фигня здесь. Еще один ящик. Па-бам! А здесь запчасти, чермет от разобранного какого-то факса, наверное. Амперметр. Вот это от компьютера. Радио-лампы. Лампы-лампы. Есть у нас наш знакомый подписчик, который занимается этим. Надо будет ему скинуть фотографии, чтобы он все это дело оценил. Кстати, вы его уже даже видели. Он к нам приезжал. Помогал нам. с разбором плат. Вот здесь еще лампы. Может быть, это даже целое состояние, а мы об этом не знаем. Чтобы мебель меньше занимала место в мусорке, мы ее ломаем. Ребята, вы постоянно спрашиваете, как нам удается находить машины в прекрасном техническом состоянии, так еще по хорошей цене. Все наши автомобили мы ищем на дроме, потому что здесь более 600 тысяч честных, актуальных объявлений о продаже авто со всей России. Я просто добавляю интересующую меня модель в подписку и жду хорошего варианта. Вот появилась неплохая внешняя машина. Сейчас закажем полный отчет об истории авто на дроме, чтобы не тратить время зря на поездку. А вот и подоспел отчет. Быстрый и горячий. Смотрим, пока не остыл. Обнаружен один расчет ремонта. Сумма маленькая. Скорее всего, был какой-то локальный подкрас. Пробег не скручен. В принципе, вариант неплохой. Можно поехать посмотреть, а с таким подробным отчетом всегда есть элемент для торга. А вот так же можете подобрать себе авто в идеальном состоянии по хорошей цене. За авто идите на дром по ссылке в закрепленном комментарии под видео. Целый набор под электроплитой оказалась электростиральная машинка с верхней загрузкой. А вот в этих ящиках, наверное, лежит все самое сокровенное, что накопилось за всю жизнь. Ящики необычные, железные. На некоторых написано изготовлены они в Финляндии. Вот здесь тоже какие-то наклейки, как я предполагаю, это ящики для перевозки какой-то аппаратуры. Но вряд ли там лежит аппаратура. там лежит какой-то хлам. Так, это щиток с трансформатором тяжелый. Передаем его сразу Харрису. Еще одна посылка. Посылка с проводами, короче, ничего интересного, поверьте на слово. Коробка китайская, корейская, в общем, какая-то азиатская. а в ней паутина и какая-то противогаз. Кстати, очень необычный. Необычный противогаз второго размера. Возможно, даже детский. Идем дальше. Обычно такие коробочки никогда не подводят китайские, корейские. Так, это фильтрующий патрон для протика. Так, баночка с мечами для тенниса, запечатанная. фотоаппарат лома. Диктофон? А, бритва. Бритва. Еще наушники. Наушники Александр нашел. Еще один фотоаппарат ФЭД. Айфоны не подключаются. И еще две упаковки мячиков. Надо будет выставить на продажу. Я думаю, что они быстро уйдут. Так, а тут еще коробочки. Коробочки сала, бур какой-то сала. Ого! Ну, тут целый набор. Целый набор мячики. Можно духовушку делать, да, бомбочки. Так, а здесь что у нас? Тоже, мячики. Видать, хозяин гаража серьезно занимался спортом, теннисом. не теннисом. И вот здесь у него такие залежи. Тоже все можно продать. Микрометр СССР, ГОСТ. И он здесь есть. И последняя банка из этой коробки. Крем особый, пустой. Крем норка тоже пустой. Крем норка. Так. Это не крем. Иногда в таких коробочках можно найти пуглички и даже какие-то золотые изделия. Бабушки обычно скидывают сломанные сережки, наушники и микрофон для переговоров. Штекер явно военный. Хотя можно попробовать подключить к айфону, да? А вот это... Вот это вообще... Вот это это вообще... Газовая двухкомфорочная горелка. Не горелка, а переталовая, а молоная. Железный ящик с росписью под кжель. Ну, конечно, это не кжель, но ведь кто-то же рисовал. Это что-то такое производство азиатское тоже. замков нету. Открываем, смотрим. Фу! Так, пакет с пакетами. Прокладки! Скорее всего на Жигуле целый комплект. Это тебе. Ох, вот это жирок, вот это жирок. Это Никита не видел. Он бы просто здесь рухнул бы. так, в общем, это воздуханы на Жигуле. Тут запчасти на Жигуле, подарочный мешочек. Ребята, извиняюсь, очень много пыли. Но, как я говорил, респираторы мы надеть не можем, потому что надо комментировать. Крышка на бензобак и крышка на бензобак без замка. Так, переноска вообще прямо. Переноска. Вот это уплотнитель походу под клапанную крышку что ли? Вообще похоже. Но я такой ни разу не видел. Или это москвич? Что бы могло такое быть? Продукт. Продукт Индия. А, вот, что-то написано. Это для Волги. Какие-то защёлки для ветрового стекла. я понял. Вот это ништяки. Александров скул коробочку и нашёл противотуманку с надписью торпеда. Жёлтенькие. Хромированные. Красота. Ещё коробочка из-под запонок. Но тут ничего интересного нет. Комплект двух противотуманок. Ремни приводные. Так, что это такое? колонопор. О, япон. Новые свечи чемпион. Да. Вот это нам это кольца. Ещё стёкла на противотуманке. Зеркало. Ещё свечи. Mitsubishi Motors. Это что такое? Судя по этим дворникам это была девятка. какой-то фильтр. Да, Александр? Скорее сюда. И по ремню ГРМ. Да. Нашли ещё здесь ремонтный комплект для девятки. Так, секретки для газ с ключом в газете четверг 12 января 1995 год. газета у нас что там? Коммерсан или между прочим. Так, Ещё один ящик. но уже полегче. Открываем, смотрим. Смотрим все, а комментирую только я. Ага. Кухонная посуда. О, я вижу каких-то слонов. Смотри, пакет пакет под мусор. Пластик сразу Nescafé. Тот самый Nescafé. Так, это тоже сюда. Тут же от плафона запчасти. Сам плафон. Что тут у нас ещё есть интересного? сифон. сифон. Плафон и сифон. в принципе, логично. Пластиковые. Так. О! А я думал, что уже не найдёшь такие. Да нет, баллоны ещё есть, только сифон сам найти. А вот и сифон. Красивая ваза. Сифон есть. О! Пингвинчик. Прикольно. Прикольно. Будем газировку себе в гараже делать. Давай затестим один. Давай. Вставили новый баллон, а он без воды не будет работать? Ну, давление-то он должен. Давление, да. надули пингвина называется. Есть. Ага. Но он без воды не будет. Ему нечего выдавливать оттуда. Я боюсь, что уплотнитель мог сдохнуть. Большой чайник-не чайник, ваза-не ваза в виде какой-то совы. Наверное, производство тоже Индия или Азия. Явно человек работал где-то за границей. Давай, закидывай сюда пингвишу. Третий чемодан. Что, светильник понравился? Забирай. Так. Ну, с каждым чемоданом что-то все хуже и хуже. ватина, войлок, какой-то отрезк, какая-то плитка. В общем, мусор, мусор, мусор. Выкинуть, отчаянник оставить. раз мусор я беру себе. Колпак на москвич. О, давай. Вот, с каким звуком, да, вот, открывается? звуком. А там заначка? Вообще, что это вообще, как это работает? А, заначки нет. О, какой интересный пакетик. Совершимое ни о чем. советишь, что-то там, махинера, про махинаторов написано. В общем, как там перевел Харрис, английский у него родной, еще у него родной русский и французский, да? Английский. Не, ну французский же знаешь. Вот, это что-то там про советские машины. Что-то мы поставляли, короче, в Индию. Добрались до больших ящиков. Такое ощущение, что эти ящики производят вручную на каком-то заводе. Посмотрите, какое производство. Клепки. Нашли колпаки для Александра. Вот, это тебе. Их три. Ремни безопасности. Как ни страна производства ГДР. А вот это я бы мог бы предположить, что это может быть действительно Запорожец. Журнальчик Крестьянка. Журнальчик Наука и Жизнь. А, это Волгарь. Советские журнальчики. И последний чемодан на сегодня. Я в чемодане чемодан. Как человек в футляре, а в нем еще один чемодан. Так, вот сейчас чуть-чуть не пострадал наш оператор. Так что, ребят, поставьте этому мужественному человеку лайк. Так, светильнички, сети или гамак. Что это такое? На что это похоже? Харрис подсказывает, что это или большой теннис, или небольшой теннис, или волейбол. Но все эти оттуда. А вот это, кстати, кальсоны теплые. Не кальсоны. Это галифея военная. Военная. Точно уже не замерзнешь. Но это точно Харрису, да? Слушай, это прикол. Это прикол. Вот, тут даже печать стоит. Да. А их выпускали это же галифе до 70-х годов или до 72-го или до 73-го. Пшифки с боковых стоек с ремнями безопасности. Но что-то нам подсказывает, что это не Волга. Как-то не похоже, что-то не складывается. Тем более катушки тоже импортные. Возможно это какая-то была иномарка. Может быть даже BMW. Чехлы бред от BMW. Нашли крышку от вот так раньше подписывали, ставили печати, обвязывали и отправляли. Крымская область, Красногвардейский восход, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Но все читать не будем. Как всегда нашли свободный городской контейнер и сейчас будем его тарить мусором. Чего в этом бункере только нету. Книги разные. Петровка 38. Оставлю себе почитаю. Тут же лежит книга 39-го года. История века. Некрасов, Вольтер. И даже вот такая вот вклейка с отпечаткой. опечатка. Интересная книжица. А тут еще какие-то даже ставки. Разгрузили весь мусор. Теперь грузим чермет. Чермет очень много и он тяжелый. Сразу сдадим все ржавые канистры, электроплиту и стиралку. Хотели распилить трансформатор, вернее оставить на распил на осень, но он оказался алюминием. Поэтому, без сожаления, его закидываем в чрево. сгрузили вечермет и едем на приемку. Единственное, сейчас заедем в сервис и снимем два медных мотора. Зимой будет чем заняться. О! Гарит? Да! Ночничок. Не знаю, как это работает. Не знаешь? Дома оставь. Это домашний телефон. Приехали на приемку. Перед нами одна машина. Скорее всего, она уедет. Взвестимся. Нас уже встречают. И разгружаемся. Вставай! О! Видео из разряда, что на этих приемках только нету. Большая алюминиевая цистерна. даже с основанием. Кто-то основательно разбогател, сдав такую. А вот это баллончики ресивера. Ого! 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 Заехали на приемку и ощутили дежавю. Кто-то сдал такую же электроплиток, как у нас. Вот это подрыв. Вот это подрыв. Да тут Виталик отдыхает. В нашей куче чермета есть маленькие вкрапления алюминия. Дадим его отдельно. Мелочь будет, но приятно. Да. 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 Наш лоб со сдачи чермета и алюминия, который микс. 5952 рубля. Виталик отдыхает. Сняли плодородное блое земли. Как видите, снялся он как рулонный газон. Мы можем вот так продать на моем выезде. Виталик отдыхает. Виталик отдыхает. Субтитры подогнал «Симон» Прошло два дня, стяжка схватилась. Сегодня мы займемся покраской этого прекрасного гаража. Смахнем все паутину и начнем в два валика и кисть красить. Здесь погрожу еще очень много мелочевки. Надо будет подрезать верхний створ, покрасить ворота, установить внутренний замок, подогнать его и поставить вот здесь новую розетку, которая сломалась. Такой приятный серый цвет у нас будет. Собираем наше орудие труда. Снимаем войлок. Снимаем. 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 После покраски владелец перевез сюда вещи. И решил спустя месяц сделать таки крышу. Уже привезли металл, его разгрузили. Сейчас будем разбирать шифер, прикручивать бруски и прикручивать металл. Вот так крыша выглядит сверху. Шифер свое прожил. Весь в трещинах, дырках. Владелец хотел привести его в чувство своими силами, но, к сожалению, не получилось. После двух дождей было принято решение волевое поменять новую крышу. Разбираем крышу. Ну и по классике сломали крышу соседу с правой стороны. Сломали, потому что шифер уже свое отжил. Ничего страшного в этом нету. Подметем ему крышу. Оставили два хороших листа с нашей крыши. И потом мы поменяем. Прикручиваем бруски для удобства монтажа. Площадь будет больше. Саморез будет легче прикрутить. Прикручиваем бруски для удобства монтажа. Буквально за три часа мы сделали крышу. Крыша готова, гараж готов и пол тоже. Помните, какой гараж был и какой стал. Закрываем ворот и едем дальше. Ремонт удался на славу. Ну а сейчас я вам расскажу один маленький секретик, как можно зарабатывать 5000 рублей в день, просто играю в онлайн игру. Я сначала сам не поверил, пока не посмотрел вот это видео. Там подробная инструкция. И у меня получилось. Как говорят, доверяй, но проверяй. Способ реально рабочий, но чем больше там будет народа, тем быстрее закончатся деньги. Так что не тяните, кликайте сюда, смотрите и переходите. Пользуйтесь. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok